Якутия в мире Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». И сегодня вы услышите невероятную историю Ульяны Алексеевой, предпринимательницы из города Москвы. Добрый день, Ульяна! Спасибо огромное, что нашли время ответить на наши вопросы. Я думаю, что очень многие наши слушатели знают Ульяну, но хотелось бы, чтобы о ней и о ее истории узнали еще больше людей. Ульяна, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Всем добрый день! Я рада сегодня приветствовать всех слушателей передачи «Якутия в мире». Мне сейчас 32 года, я живу и работаю в городе Москва, занимаюсь услугами красоты, то есть салонами красоты. Но у меня не такая большая обширная сфера красоты, у меня больше медицинские услуги, то есть мои салоны с медицинской лицензией. У меня на данный момент 1400 квадратных метров, арендованных в центре Москвы и Санкт-Петербурга. Я сама мастер перманентного макияжа, и мои студии оказывают услуги перманентного макияжа, лазерной апелляции, эстетической, инъекционной и аппаратной косметологии. Я сотрудничаю со многими известными блогерами, звездами. Вы, наверное, через Инстаграм, социальные сети на все это смотрите. Мои клиенты, например, Ксения Бородина, Ольга Бузова и многие блогеры-миллионники, которых вы уже давно знаете и любите. До 16 лет я даже толком не говорила на русском языке, потому что родом я из деревни Кептимии, которые находятся в Уссалданском улусе. Ульяна, здорово узнавать вашу историю с первых уст, и мне кажется, что многие наши слушатели почувствуют, что вам очень нравится то, чем вы занимаетесь. Можете ли вы сказать, что нашли дело в своей жизни? Почему и как вы пришли к этому пониманию? Смотрите, на самом-то деле после окончания школы училась на психолога 5 лет в Ягу. Закончила, когда Ягу переименовался в СВФУ в 2010 году. И вот, знаете, все мы родом из детства, и у всех у нас есть детские мечты. Когда я заканчивала школу, о чем я мечтала? Я мечтала стать многодетной мамой. Я хотела, чтобы у меня было 6 детей. Я хотела создать идеальную семью, в которой бы дети могли вырастить очень грамотно. Хотела воспитать своих детей. И по этим соображениям я поступила на психолога. Закончила кафедру дифференциальной психологии и психологии развития. Работала в найме. Потом ушла в декрет. Родила свою дочку, и через 2 года я начала думать уже, когда человек сидит в декрете, если сейчас меня слышат девочки, которые сидят в декрете, это то самое время, когда у вас есть время подумать, чем же вы еще можете занять себя, чем же вы можете еще нести ценность в этот мир. И вот я так же сидела и думала. Это всячески. У меня просто очень много энергии. И я начала вязать шапки. Я начала готовить. Я начала там много чего делать. И к тому моменту, тогда еще, да, то есть получается, в каком году, это 2014 году, была очень модная телепередача. Называлась «Топ модель по-американски». Я смотрела на топ модель по-американски и видела, как в фотографии преображаются девочки, как макияж их меняет, и какие они уверенные становятся, и как камера это по-другому передает. Вот решила тоже, получается, попробовать свои силы пойти учиться на визажиста. Дело моей жизни и дело моей мечты, может быть, меня ждет впереди. И то, чем я сейчас занимаюсь на сейчас уровне моего развития личности и меня, это то самое дело, которое у меня должно было быть. И у каждого есть свои особенности и способности, и свои таланты, с помощью которых человек может общаться с миром, расти, развиваться. Я пришла в эту сферу как визажист. Проработала два года, потом стала мастером микроблейдинга, ручных техник, перманентного макияжа. Потом переучилась на мастера по аппаратным техникам. Переехала в Москву. Работала как мастер. Потом начала обучать. Еще с Якутска начала уже делиться своими знаниями. Потом переквалифицировалась на предпринимателя. Собрала вокруг себя команды людей, их заряжала. И сейчас на данный момент в моей компании работает 130 человек. Дело моей жизни. Это ли? Слишком рано об этом судить. Мне всего лишь 32 года. Вся жизнь моя впереди. И может быть в 40 лет я совсем по-другому заговорю. Но я знаю одно. Я хочу творить. Я хочу создавать. И я хочу созидать. И я хочу обучать. Я люблю говорить. И я люблю делиться своими знаниями и опытом. Я прошла такой непростой жизненный путь. Мне кажется, что у меня очень такой произошел большой личностный рост. И у меня есть понимание расклада жизни, расклада мира. Также у меня сейчас есть новый проект мой. Я хочу под своей торговой маркой выпустить линию уходовой косметики. Косметики для лица, для волос и для тела. Так как я работаю с девочками, с девушками, красивыми женщинами. У меня их очень много. Моих клиентов, любимых, дорогих. Я решила, что это будет очень продуманный ход. Для того, чтобы дальше моим клиентам еще предлагать уходовые средства. Реализация косметики будет осуществляться в моих точках. Ульяна, у вас клиенты со всей России. Есть обычные люди среди них. Есть очень много звезд, известных людей. И вне зависимости от статуса человека, вы постоянно находитесь в таком хорошем окружении людей. Прекрасно строите с ними отношения. И вот хотелось бы узнать, в чем секрет построения теплых отношений со своими клиентами. Есть ли вообще такой секрет? Знаете, когда ты предприниматель, ты не должен любить свой продукт. Ты должен любить свой продукт, да, одно, но ты должен любить людей. И здесь тоже я очень сильно люблю людей. Я действительно хочу, чтобы люди выглядели очень красиво, ухоженно. И я ради этого делаю многие вещи. Например, я покупаю самые дорогие аппараты, потому что они супер качественные и эффективные. И ставлю на них минимальный чек для того, чтобы как можно больше девочек полюбили себя и стали красивее, увереннее в себе. И я делаю настолько красивые, идеальные бровки, то что это имеет виральность. Да, то есть как бы люди рассказывают друг другу о том, какие красивые брови они у меня сделали. И это вот как по сарафанному радио разнесло, как бы все пошло. Со звездами вот здесь вот как раз что можно сказать, да, звезды это тоже обычные люди. Внутри моих блогеров, внутри моих получается и звезд, также работает сарафанное радио. Первая приводит вторую, потом третью, потом четвертую. Да, у меня клиенты есть и список Forbes, и поп-менеджер крупных компаний, и большие предприниматели, инвесторы, и обычные девочки, офисные сотрудники, и мамочки. Это моя самая большая аудитория клиентов. Их у меня очень много, и я всех очень сильно люблю. Спасибо, что делитесь своими мыслями. Я думаю, что после этого многие призадумаются. И, конечно же, это здорово, что вы занимаетесь любимым делом. Многие наверняка думают, что у вас легкий, яркий путь. Так ли это, и что бы вам помогало не сдаваться в трудные моменты? Я плюс-минус все равно медийный человек, потому что строю свои бизнесы через социальные сети. И где я именно в этот момент, в эту минуту, все люди смотрят. Вся Россия смотрит, можно сказать. Я очень веселый человек, я очень легкий человек, и я очень воздушный человек. Я люблю смеяться, веселиться. Может быть, поэтому там некоторые обо мне одного мнения. Но при этом я еще очень люблю умные ходы, выстраивать структуру, бизнес-процессы. Я во всем сама разбираюсь. И в этой стезе я совсем другая. Иногда люди не склеивают мое веселое поведение и мой ум. Иногда то, как люди меня видят в сторис, в социальных сетях, оно не складывается тем, что я строю. Много говорят, очень первый самый запрос в поисковиках. Ульяна Алексеева, муж думает, что богатый муж, какой-то инвестор. Это мне, конечно, очень приятно. Льстит очень сильно. Но, к счастью, мне пришлось этот путь пройти самой лично. Мне никто рублем не помогал. Даже, говорю, деньги на улице не находила. Я не перекладываю никогда свою ответственность на кого-то. Это моя жизнь, это мой бизнес, это мои сотрудники, это мои подписчики. И вы сегодня меня слышите тоже. В жизни очень многое зависит от ответственности. Насколько ты умеешь свою жизнь взять в свои руки. Насколько ты не будешь ожидать от кого-нибудь чего-нибудь. Пожалуйста, запомните, никто никому в этом мире ничего не должен. Ни мама, ни папа, ни муж, ни сестра, ни дети вам. Никто ничего не должен. Это ваша жизнь, которую вы сейчас проживаете. Это даже не репетиция жизни. Я очень хочу, чтобы вы были свободными. Путь, он был мой тернистым. Я благодарна жизни за все ее повороты, которые она мне дает. Это нас делает сильнее, настойчивее, тверже. Любой стресс, он хочет донести до вас какую-то информацию. Любой стресс – это наш учитель, что-нибудь. У меня было очень много, куча плохих негативных моментов, куча боли пронесено и жизнью мне. Или, может быть, я сама как-то, сама себе, боясь из-за своих каких-то страхов, сама себе делала такие ситуации. Но не суть. Самое главное – это что я сейчас чувствую абсолютное счастье. У меня не получилось с первого раза. Слышала недавно то, что говорят, что я вытащила счастливый билет. Да, может быть, со стороны кажется так, но у меня было все в моей жизни. Некоторые, когда услышав об этом, они думают, что мы бы так не смогли. Но на самом-то деле это все делает нас сильнее. И это все меня освободило. Это все мне дало именно силы внутренние, уверенность в себе, в том, что я умею доверять себе. Мне не сдаваться помогает всегда трезвый ум. Я даю себе возможность и ошибаться. Я даю себе возможность проживать свою жизнь и плакать так, когда надо. И радоваться, и смеяться. Слово «не сдаваться» здесь немножко не про меня. Я просто живу. Это просто мой путь. Это просто мой выбор. И это очень классно. Сохраняете ли вы связи с родной республикой? Если да, то как именно? Конечно же, я сохраняю связь с моей родной республикой. У меня очень много подруг. У меня мама живет там. Мои сестры. Моя сестра там живет. Конечно же, я сохраняю связь. И так как я веду свой бизнес, свою компанию через социальные сети, на меня подписаны очень много моих землячек, земляков. Они за мной следят. Я чувствую поддержку вашу. И в моменты, когда мне становится плохо, например, я захожу в Инстаграм, начинаю смотреть. И люди, конечно же, дают мне очень много силы и энергии. Это чему я очень вам благодарна, моим землякам. И наверняка многим нашим ослушателям было бы интересно узнать, как часто вы бываете в Якутии и почему больше всего скучаете. Я в Якутск летаю не часто. Чаще летают мои преподаватели, обучающие в центре, который учит девочек в профессии мастер-перманентного макияжа. Почему я больше всего скучаю? Наверное, по карасям. Я любительница карасей, которые жарит моя мама. Я скучаю по природе, скучаю по березкам, скучаю с теплотой всегда вспоминаю. Но я же совсем недавно уехала из Якутска, всего лишь 4 года назад. Ульяна, вы общаетесь наверняка с огромным количеством людей. И о чем вы рассказываете своим друзьям, своим новым знакомым, своим клиентам, когда говорите о своей малой родине, о Якутии? На самом-то деле Москва это интернациональный город, и здесь очень много национальностей. Так как все равно я в кругах там блогеров, я в кругах как бы получается больших предпринимателей, и азиатской внешности людей там не очень много. Из-за этого я, конечно, запоминаюсь. Я вообще по себе яркий человек, у меня много энергии. Даже я когда захожу в аудиторию, получается, на меня все обращают внимание. Это очень неплохо. Про Якутию, что я рассказываю, конечно же, то, что это самая холодная точка планеты. У нас есть Амикон, это самая холодная точка планеты Якутия. Но, конечно, наш холод, мне кажется, никто не выдержит отсюда. Из-за этого, наверное, мы немножко такие все равно с внутренним стержнем, с внутренним характером в Якутии, потому что очень суровый климат. Ульяна, можете ли поделиться своими планами на ближайшие годы? Я в этой жизни хочу еще родить пятерых детей и, получается, дать детям тоже возможность построить свою жизнь. Как они там распредятся своей жизнью, кто-то может к чего-то крутого добьется, кто-то может не добьется. Это уже их не проблема, это уже их ответственность. Мое дело – дать им любовь, ответственность за свою жизнь и осознанность свою и мудрость. По бизнесу я буду очень много ставить на создание косметики своей линии. Назову косметику прямо Ульяна Алексеева. Косметик оставлю на косметику. С этим продуктом хочу выходить в Штаты. И также, получается, буду развивать свою сеть медицинских центров, можно сказать, потому что у меня салон красоты с медицинской лицензией. Это очень здорово узнать, что якутианка добилась таких впечатляющих успехов. Вы постоянно учитесь, развиваетесь. Какими главными пятью инсайтами вы могли бы поделиться с теми, кто хочет развиваться, как в бизнесе, так и в любой другой сфере? Спасибо большое за то, что вы оцениваете мои успехи. Но успех – плохой учитель, да? Я как человек, который прошел сквозь огонь, воду и медные трубы, хочу вам порекомендовать. Первое, самое главное в жизни – это взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Без этого никуда и без этого ничего у вас не получится. Ни на кого, ни на что не надейтесь и не ожидайте. Второе – любить себя. Потому что все начинается от любви. От любви прежде всего к себе. А если вы девочки, вам надо наполнять себя, радовать для того, чтобы быть счастливыми. Вообще задача нашего прихода с вами в эту жизнь, цель нашей жизни – быть счастливыми. Понимаете? Быть счастливыми. Я бы хотела, чтобы каждая из вас была счастливой по-своему. Нужно глубоко изучить себя. Тот человек, который будет глубоко знать себя, он будет профессионалом своего состояния. Наше состояние влияет на всё. Я хочу, чтобы вы умели быстро восстанавливаться. Я хочу, чтобы вы умели ставить приоритеты для того, чтобы полностью, например, не сбиться с пути из-за того, что вы очень сильно устали. Но, к сожалению, мы делаем какие-то выводы, инсайты только тогда, когда сами с этим сталкиваемся. Повышайте уровень своей энергии. Что это такое? Энергию нам очень сильно даёт правильное питание. Занимайтесь спортом. Читайте книги людей, автобиографии. Например, я недавно прочитала книжку «Мэй Маск». Называется «Женщина, у которой есть план». Это мама Илона Маска. Представляете? Но она книжку написала как женщина. Не как мама Илона Маска, а как женщина. Это очень интересная книга, которую я вам тоже советую прочитать. Спасибо большое сегодня тем, кто был со мной. Я благодарю за ваш интерес ко мне. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов. Мои земляки, спасибо большое. Ульяна, спасибо огромное, что ответили на наши вопросы. Желаем вам ещё больших успехов. Пусть всё получается. Дорогие наши друзья, у нас в гостях была Ульяна Алексеева из Москвы, которая смогла построить с нуля свой бизнес в столице. И сейчас продолжает развивать свой бизнес по всей стране. И имеет огромные-огромные планы по диверсификации и развитию своего бизнеса. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравится сегодняшний выпуск. Пожелаем огромных успехов нашей землячке Ульяне Алексеевой. И до новых встреч. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Якутия — это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце Родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья.